Также некоторые из вас писали по поводу того, чтобы мы более детально рассмотрели героев из таких городов, как Болото и Башенка. Начнем с Башенки, еще раз пробежимся по всем этим героям. Во-первых, есть Пикидрам, специалист по Горгулькам. Если стартовать за него, то, конечно же, Горгулек для прикрытия Гремлинов, которые часто являются важнейшим стеком на первые две недели при игре за Башню, это может сказаться в плюс. Но одновременно с этим будет и огромный минус, потому что самих Гремлинов будет меньше, ведь Гремлинов Пикидрам с собой не приносит. Плюс стартовый мистицизм, наверное, это немножечко лишнее, особенно с учетом того, что это все-таки больше воин, нежели маг. Ну и разведка, которая больше нужна, конечно же, не столько главному герою, правда, далеко не на всех шаблончиках, конечно, но больше нужно именно разведчикам, саппортом. Ну и специализация Горгулек, которая дает им плюс один скорости, атаку защиту повышает и так далее, после четвертого уровня, когда начинает прокачиваться Пикидрам. Но из полезного у него есть заклинание щит. В целом, для старта за него, наверное, рекомендовать его нельзя. Следующим героем является Тан. У него очень хорошая специализация на джинах. Джины в неулучшенном виде, они, с одной стороны, довольно быстрые, но при этом имеют мало здоровья и за них жутко неудобно играть. С другой стороны, после улучшения они превращаются в очень и очень хорошего юнита, то есть за специализацию Тан получает плюсик. Помимо этого, в книге заклинаний есть волшебная стрела, которая тоже дает ему плюс. Армия приходит стандартная, что довольно-таки неплохо. И единственный минус – это продвинутая грамотность. Минус – это, скорее, для главного героя, нежели для саппорта. То есть, как вспомогательный герой, он вообще, наверное, лучше не придумаешь. Сразу же ударная магия, хорошая специализация, стандартная армия. Но главному герою грамотность нужна, к сожалению, далеко не всегда. Далее у нас идет Жозефина, специалист по големам. Ну, големы очень медленные, поэтому Жозефина, наверное, чуть ли не единственный герой, при котором из големов можно попытаться что-то даже в плане ударного стека склепать. Но даже вот по памяти, если вспомнить, я не помню, чтобы кто-то этим занимался. Возможно, на каких-то жутко бедных картах или шаблонах, и при этом маленьких, Жозефина и смогла бы себя показать. Но это тоже не точно. Опять же, у нее есть мистицизм, хотя при этом она является алхимиком, то есть больше воином. И имеет волшебство, которое тоже больше нужно магам, а не воинам. Но из полезного есть в наличии в книге заклинаний ускорение, которое под големов, особенно с учетом их ускорения за счет специализации Жозефины, ну вот здесь вот големы под ней, да, сразу же начинают показывать класс. Вот если собираетесь делать ставку именно на големов в начале игры, она может очень и очень неплохо подойти. Но в целом для старта, наверное, тоже не советовал бы. Далее идет Нелла. Это один из лучших героев воинов за башню, но со своими минусами. Во-первых, у нее очень топовая специализация доспехи, которая очень сильно себя оправдывает. Причем, чем больше прокачивается Нелла, тем больше плюсов она начинает получать. Армию с собой приносит стандартную. В наличии есть заклинание щит. Из вторичных навыков можно выделить грамотность, а также доспехи и вот как раз таки грамотность, она и является лишним навыком. В то время как доспехи в связке со специализацией доспехов помогают гораздо меньше армии терять на старте игры. Далее идет Тарасар, герой, за которого даже некоторые рискуют стартовать. У него сразу же есть тактика, что очень хорошо, но у него есть мистицизм, что для главного героя, пожалуй, будет лишним. Он является специалистом по баллисте, поэтому он может обходиться меньшим количеством армии и лучше разводить нейтралов. В книге заклинаний есть волшебная стрела, что тоже делает огромную пользу в том, чтобы помогать баллисте выбивать нейтралов, даже не имея большое количество гремлинов. Ну а из минуса нужно отметить то, что он приносит с собой меньше арм. Очень часто он вообще приходит с одним стеком, что ну немножечко, конечно, усугубляет старт и делает его более сложным. Но опытные игроки могут за него сыграть. Другое дело, что специалист по баллисте, он довольно средненький, потому что все-таки сила магии и знания ему могут выпадать гораздо чаще, чем атака, которая необходима Тарасару. Поэтому герой ниже среднего, пожалуй. Далее идет Фафнер. Специалист по нагам, который является тоже воином в этом городе. Специализация топовейшая, потому что наги это, наверное, топ-1 стратегия, за которую стараются отстраивать город на первой неделе. У него сразу же есть сопротивление от магии, что в битве против магов делает Фафнера очень приоритетным. Но опять же есть одна ложка дегтя, это грамотность, которая главному герою не так сильно нужна. Но опять же, под ускорение наг дается еще и ускорение, заклинание, то делает Фафнера, пожалуй, одним из лучших вариантов на перспективу. На старте он никак не примечателен, более того, даже с лишней грамотностью идет, в принципе, как Нелла. Но Нелла, она усиливает всех юнитов за счет доспехов, а Фафнер усиливает и ускоряет именно наг. Поэтому если вы исключительно через наг решили сыграть, можно попробовать Фафнера. Следующим воином является Риса, приносит она ртуть, это такой себе герой шахта в ртуте. Тоже идет с волшебной стрелкой, надо заметить, что многие алхимики идут именно с этим заклинанием на старте. Имеет навык оружия и опять же лишний навык мистицизма. То есть алхимики, по сути, это такие себе боевые магии. Армию приносит с собой стандартную. На главного героя она, пожалуй, тоже не тянет. Приходит Иона, тоже специалист по джинам, так же как и Тан, только Тан идет с продвинутой грамотностью и сразу может передавать заклинания с 1 по 3 уровень. И Иона в этом плане у него выигрывает по количеству маны. И с учетом того, что у нее есть сразу же стрелка, больше маны дает ей возможности больше раз накидывать заклинания на врага. Армию приносит стандартную. В целом герой довольно-таки неплохой, но опять же не в плане главного героя, а вспомогательного. Далее мы переходим с вами к магам. Первым магом, которого необходимо рассмотреть, является Астрал. У Астрала сила магии 2, защита 3, так стартуют все маги. Специалист по гипнозу идет с продвинутой мудростью. Стартовая армия стандартная. Так же есть сразу же заклинание гипноз, но накидывать его можно только на очень слабые и маленькие по количеству стеки из-за того, что очень сложная формула у данного заклинания и нужно очень сильно поднимать силу магии, чтобы можно было накидывать на какие-то стеки более серьезные. В целом герой довольно средненький. Далее идет Холон, который в первую очередь, наверное, хорошо себя покажет на маленьких картах, где специализация мистицизм и навык мистицизм могут дать огромный плюс в том плане, что Холону не обязательно будет искать какие-то колодцы для пополнения маны. И если вы будете в бою экономно тратить ману, то возможно вам на день будет хватать столько же маны, сколько Холон сможет восстанавливать за одну ночевку, что для него является большим плюсом. Но минус в том, что нет сразу же стрелочки. Есть камни кожи, которая позволяет уменьшить количество ваших потерь даже в битве со стрелками. Но опять же армия стандартная и герой вполне может быть где-то применим. Далее идет Сирена. Ну вот Сирена это, пожалуй, сразу же нет, потому что есть зоркость, заклинание, точнее не заклинание, а навык, который используется крайне и крайне редко. Если не использовать дополнительные плагины, пожалуй, Сирена себя навряд оправдает. Сразу же есть заклинание, снятие заклинаний, ну и армию приносит с собой стандартную. Герой не очень хороший, здесь есть герои в разы получше. Далее идет Даремив, кстати, хороший маг, хорошие вторичные навыки в виде мудрости и интеллекта, что дает ей больше маны. Армию приносит с собой стандартную, но вот же минус. У нее специализация на заклинание удача, а также данное заклинание есть в книге. И с учетом того, что сама удача, она довольно-таки рандомненько работает, то крайне сложно делать ставку на игру через удачу. Но с другой стороны, по навыкам, по прокачке герой довольно-таки хороший. Далее идет Теодор. Является магом, но при этом является и специалистом по магам, что дает опять же ему скорение, атаку, защиту, и благодаря этому маги наносят больше урона. Но с учетом того, что мы знаем, как прокачивается данный класс героев, мы знаем, что с атакой и защитой у Теодора до 10 уровня будут большие проблемы. Таким образом, особого усиления маги здесь я бы не сказал, что получают. То, что плюс один скорости, это да, плюс. Но в целом по урону не сказать. Поэтому довольно посредственный такой маг, который в принципе больше похож на боевого мага. Во-первых, у него заклинание щит для усиления своей армии, в том плане, чтобы меньше урона по армии наносили. Специализация по магам, которая делает их быстрее стрелять. Также есть навык баллистики, который позволяет лучше штурмовать города. Да, то есть это такой агрессивный вариант игры через мага за башенку Теодор с мудростью. Да, армию приносит с собой стандарт. В целом, главным героем его делают довольно редко. Далее идет Салмир, пожалуй, самый популярный герой на выбор при игре за данный город. И это неспроста, потому что сразу же есть заклинание четвертого уровня Цепная Молния. Более того, он является специалистом по этому заклинанию, что позволяет наносить еще больше урона. Помимо этого, у него еще и среди навыков есть мудрость и волшебство. Именно волшебство делает количество наносимого урона еще больше. Воздух герои магии ловят обычно без проблем, поэтому Цепная Молния усилится еще сильнее. Армию приносит с собой стандартную. Маны вначале хватает на то, чтобы кастануть всего лишь одну Цепную Молнию. Но если вы отстроите сразу же гильдию магов, либо же поставите или найдете где-то колодец или какие-то пополняшки маны, то за Салмира вполне себе становится играть спокойно и комфортно. Но опять же, постоянное пополнение маны при игре за мага без этого просто никуда. Далее идет Кира. Топ-1 герой, если вы собираетесь за башенку играть на каком-нибудь шаблоне или карте без правил, поскольку у нее есть сразу же дипломатия, она специалист по ускорению, а также данное заклинание есть в книге заклинаний. Она ускоряет свои войска гораздо больше, нежели все противники, которые будут это делать. Ну, за исключением, может быть, какой-нибудь Бриссы, да, которая тоже является специалистом по ускорению. Армию приносит с собой абсолютно стандартную. Если же играть с правилами, то, наверное, дипломатия будет немножечко лишним навыком. Но сам по себе герой неплохой. Ну и, в общем-то, Айн. Героя, которого берут тогда, когда не знают, кого именно взять. Герой, который очень хорош при игре на 200% сложности и вообще на бедных шаблонах. Она приносит 350 золотых в день. Это 3 500 за 10 дней, по сути, за полторы недели практически. Да, из лишнего есть грамотность, есть мудрость. И на главного героя в этом плане не очень тянет. Армию приносит с собой стандартную. Но, опять же, когда ее берут, обычно в таверне покупают побольше героев и стараются найти именно того героя, которого в итоге будут стараться сделать главным. Ну и если подводить какие-то итоги при выборе героев за данный город, то это, конечно же, Нелла. Хороший вариант игры за мага. Это Пафнер в более редких случаях, но тем не менее. Это Салмир. Классический, в общем-то, вариант игры за мага. Это Айн на бедных шаблонах. И в тех случаях, когда вы, например, поторговались сильно в минус. Или просто не знаете, через кого играть. Будете через таверну искать главного героя. Вот, пожалуй, такие самые-самые основные варианты. Ну и некоторые, в принципе, могут стартовать за Тарасара. Сейчас этот выбор можно увидеть реже, чем это было раньше. Но, тем не менее, некоторые все еще пробуют играть за него. Если же мы с вами будем говорить о самих классах в данном городе, то какие навыки здесь будут заходить все-таки чаще в таком случае? Давайте рассмотрим. Итак, если мы берем алхимиков, то 6% шанс на логистику, то довольно хорошо. Поэтому, если нужен герой, который ловит логистику, алхимик может очень и очень подойти. Также 6 шанс на мудрость, но это и понятно. 6 на баллистику, что уже не очень хорошо, да? 10 на обучение, что тоже не очень хорошо. 8 на доспехи, это, пожалуй, можно отметить как плюс. 6 на оружие, тоже довольно-таки хороший шанс. Ну а в остальном чуть больше, чуть меньше шансы у алхимиков, как таковые, да? На поиск пути тоже шанс 4. Довольно средненький шанс среди всех. Особенно с учетом того, что ты играешь на снегу. Вообще, на поиск пути, возможно, приоритетнее было бы повыше шанс иметь. Если мы берем магов, то у них 10 на мудрость. 8 на мистицизм. Вот, пожалуй, мистицизм немножечко портит прокачку. Зоркость 8, что, пожалуй, тоже портит прокачку. 6 магия воздуха. Чтобы вы понимали, магия огня здесь всего лишь 2. И вода с землей 3. То есть, на магию воздуха самый огромный шанс. Выше шанс словить воздух нет ни у кого. Точно такой же шанс есть еще у элементалистов на воздух. У них там равные шансы на выпадение тех или иных навыков. Также 9 шанс на грамотность, что, пожалуй, тоже минус. 10 на интеллект, это уже плюс. 8 на волшебство, это плюс. Ну и первая помощь 7, что, пожалуй, тоже не очень-то и хорошо.